Представители Российского института стратегических исследований не в первый раз проводят на территории республики подобные мероприятия. Круглые столы носят исключительно познавательный характер и способствуют решению актуальных проблем. Поговорить о наболевшем собрались эксперты, политики, представители международной общественности, крымское духовенство, ведущие деятели науки и культуры, бизнесмены, а также члены национально-культурных обществ. Существенную часть повестки дня конференции занимает обсуждение вопросов социально-экономического развития Крыма. Крымская экономика развивается в условиях беспрецедентного внешнего давления. Но даже в таких условиях целый ряд отраслей показывает существенный рост. Сейчас наступило то время, когда обсуждение вопросов, связанных с Крымом и его ролью в российском пространстве, очень актуально. Стоит подвести некоторые итоги референдума и определить болевые точки республики, чтобы попытаться их нейтрализовать, считают собравшиеся. Сейчас наступило время обсуждать вопрос о том, не то, что Россия дает и может дать для Крыма, но и чем является Крым для России, и что Крым, какой он может вклад внести в развитие российской государственности и российского общества. В этот раз наша площадка носит неполитизированный характер. Мы собрали здесь экспертов, которые будут обсуждать экономические, социально-экономические и культурологические проблемы. И сейчас настал тот момент, когда мы сможем подвести некоторые итоги после референдума. Крым, конечно, это нечто большее, это не просто территория, это не просто люди, это связь времен, связь с историей, это та духовная часть, которой не хватало России после развала Советского Союза. Это очень важно понимать. Но это определенная мечта для людей. Мы не были в Крыму, я общаюсь с людьми на материке, мы замечаем, что они очень мало знают Крыма, мало знают истории. И, безусловно, появление Крыма в составе Российской Федерации как субъекта заполняет этот вакуум. Такой равноправный, межконфессиональный и межкультурный диалог отражается и на деятельности главного вуза полуострова Крымского федерального университета, отметил его ректор Сергей Донич. Крымский федеральный университет – это, по сути, зеркало, это срез того общества, в котором мы находимся, а именно субъекта Республики Крым, где собраны и дружно живут, учатся, получают современные знания по федеральным государственным образовательным стандартам. Потому-то и было принято решение президентом Владимиром Владимировичем о создании 10-го федерального университета. Участники круглого стола пришли к одному, но главному выводу – все то, о чем можно вести беседы, дискуссии, должно быть реализовано, чтобы Крым на колец стал полноценным регионом страны. Мэри Бадун, Старас Бризицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.